Всем привет! С вами главный редактор компании Технокухня Константин Иванов. Вы слушаете новые новости, выпуск 2. Программа для тех, кому дико лень лазить по сайтам, читать, вкрадываться в буквы, понимать информацию, чтобы узнать что-то новое. Но новое-то надо узнавать всё-таки. Хорошая новость, я не скажу, что это сегодняшняя новость, но вот новость последней, HUNIX выпустила модуль памяти DDR4 объёмом 128 гигабайт. Это действительно прекрасная новость. И дело тут не в DDR4, скорость которой модуля 2133 мегабит в секунду. Мы сейчас с вами сидим на 1333, 1600, 1800, кое-кто тоже на 2000. Ну, в принципе, DDR4 выйдет в 2015 году, скорее всего. И, ну что сказать, снова там замена системных плат будет, мне это не нравится. Выйдут новые платы с поддержкой DDR4, надо будет менять системную плату, менять, скорее всего, процессор. И в результате производительность будет примерно та же самая. И частоты 3200 МГц максимум. Ну, я бы не сказал, что там разница в играх, тем более в играх вообще никакой разницы не будет. Там оперативная память вообще, частота большого значения не играет. Вся прелесть именно, ребята, знаете в чём? Именно в объёме 128 гигабайт. И тут дело не в том, что пришёл там, две плашки поставил, получил 256 гигабайт. Скорее всего, такие будут сначала, ну, дико дорого стоить образцы. Даже на 32 гигабайта, на 64 гигабайта очень дорого память будет стоить. Но всё дело идёт к тому, что потом, потом, всё дело идёт к тому, ребята, что будут виртуальные диски. Виртуальные диски. Такое уже было в случае с гигабайт компанией, которая выпускала iRAM на 4 гигабайта. Если я не ошибаюсь, там были 4 модуля DDR первой. И, скорее всего, ребят, нас ждут интересные решения на основе сверхбыстрой памяти. Я же как, если бы я был разработчиком, я бы разработал такую концепцию. Допустим, у вас в компьютере стоит две планки по 128, это 256. Из них какое-то количество памяти это обычная ваша память, а, допустим, 200 гигов отводится под систему, системный диск. Тогда плюс у вас в системе ещё жёсткий диск, либо лучший твердотельник. И как бы данные дублируются, как бы вы работаете супербыстрым диском, но если у него по какой-то причине закончится энергия у модуля памяти, ну, там выключится свет, там аккумулятор сядет, то данные не потеряются, потому что самые важные продублированы на твердотельник. Вот я бы что-то такое сделал, такой мощный гибрид. Это действительно повысило бы скорость общения с компьютером, скорость загрузки программ, игр, не то что в разы, в десятки раз, и было бы гораздо-гораздо интереснее. Вторая новость интересная, это, конечно, в сентябре вся ненавистная компания Apple должна выпустить не что иное, как цифровые часы, которые так мы долго ждали. Действительно, с поддержкой iOS 8, тут будут часы, будильник, мерить будут ваш пульс, температуру кожи, естественно. Но это еще не все, все программки будут доступны, там почта, там игры. Ну, конечно, тут экран маленький, я не знаю, как, будет ли удобно им пользоваться. Со стороны эти браслеты выглядят вот примерно так. Ну, это, наверное, концепт такой прозрачный, не знаю. Тут еще вот приколисты пишут, зачем нам эти часы, когда уже все так известно. Интересно, сколько они будут стоить, наверное, тысяч, ну, не знаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тысяч 20-25, знаю эту компанию. Ну, в сентябре вот они планируют представить, когда еще дойдет до России. В общем, к Новому году дойдет, не дойдет. Это, как говорится, хрен знает. Так, новость еще Последние дни, что Компания Сапфир выпустила Сейчас узнаем 290 Так Что-то Так Прошу прощения Ага, Viper Видеокарточку По-моему это не R9 290 А вот сейчас А нет, R9 290 Просто проследист какой-то Вообще непонятный Ну что сказать, R9 290 У нас была В версии Toxic Тоже 3 вентилятора Так что Видеокарта скорее всего у нас такая будет Может даже В этом месяце Мы просто сравним температуры В принципе Котенок 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 Не шаруди тут, а Сволочи Я тебя сейчас Бить буду Ладно, не буду Тут Зрители За тебя Заступаются Ну в общем Сравним эти карточки И переходим К следующей новости Что Мне понравилась компания Asus Или как вы ее называете Asus Шутка Представила Топы Моноблок И компьютеры Тонкого Формата Ну Что я могу сказать Вещи Эти Конечно Интересные Маленькие Тонкие компьютеры На столе Тем более В виде Как бы Фоторамки Которую Наверное еще Вот можно Вот эту штуку Туда сделать И Собой взять На ручки Сколько тут И килограмм Даже неизвестно Жалко Не пишут В новостях Это самое главное Чтобы с собой Таскать Меня тут Прикольнули Вот эти порты Это что VGA Плюс еще И комп Что ли Ну Новость Классная Но Процессор В них Во всех Целлероны Если конечно Тут еще Целлерон Как-то катит Двухядерный Ну что там Планшет Планшет В такой бы Компик Хотелось бы Что-нибудь Помощнее Ну Что-нибудь Блин Разработали А Корай 5 Могут Да Корай 5 Ну да Вот Ноутбучного Типа Это Извиняюсь Да В таком же Корай В этом Целлерон В этом Корай 5 Корай 7 Видеокарту Сюда Было Конечно Получше Но В принципе Это Рабочая станция Получается Даже С Дивидером Ну Такие Мы видели На топы Ну Интересно Да 4 USB Это Картридер По-моему Не знаю Ну Тоже Целлерон Но Не для игр К сожалению Вот с чем Они мне не нравятся Ну что Ждем Продажу Так Ну Так Теперь Самые Главные Новости Дня Спасибо Тем Кто Дождался Называется Н Н Видео Рвет И Мечет Этот Год 2014 Будет Довольно Жарким И Уже Стали Известны Первые Новости Про GTX 880 Это Как бы Следующее Поколение После 780 Хотя Тут Пишут То Что Это Смена 680 Короче Все Уже Запутались Уже Не знаю Что Делать Давайте Вместе Посмотрим Ну Не знаю Фейковая Не фейковая Новость Но Почему То Снова Старый Референс Как У 680 670 Это Никуда Не годится Очень Ну Шумная Что Нравится Архитектура Будет Такая Же Как У 750 Ti То Есть Архитектура Пришедшая С ноутбуков То Есть Максимум Производительности При Минимуме Потреблению 20 Нанометров Это Ребята Тоже Что Что То Новое Да По Моему Сейчас 28 Нанометров 3200 Процессоров Вот Новость Пишут Да И кидают А С чем Сравнить Вот так Ну Сидишь Бывало Вечерком Читаешь Вот Ну 880 Там Собираются Выпустить С поддержкой Директ 12 Да Все Хорошо Столько И голова Пухнет Как Че Куда Она Нам Встанет Ну Давайте Посмотрим 3200 Процессоров Просто На Характеристики У Титана 2688 То есть 3200 То Есть Гораздо Мощнее Титана И Как 2 680 В общем Интересно А 2 680 Это 690 То Есть Вот Эта Вот Карточка будет как 690 что мне не очень понравилось это тепловыделение 230 ватт то есть у 680 было 192 ватта и она шумная а тут 230 то есть было 192 стало 230 еще больше с таким охлаждением никуда не годится в общем тут надо новый референс а так то классно считайте выйдет 690 только с одним чипом без проблем с лайм шина пусть вас не смущает 256 бит это немало даже для такой супер карты потому что ребята GDR5 память 7,4 ГГц частота наверное разгоняется до 8 легко то есть дикая частота компенсирует маленькую шину по-моему вот у 290 X Radeon 512 шина там помните память не 7 не 7,4 а 6 там короче меньше 6 вот так ну посмотрим какие еще новости ребята все все остальное я смотрел там всякая фигня там Ракет выпускает наушники за 1690 рублей ну такие стильные ага супер новость так где обзоры вы спрашиваете обзоры есть мы сделали видео обзоры про Microsoft эргономичную клавиатуру про мышки но не так интересные от Thermalright это пришел новый кулер сегодня может сегодня поставлю протестирую у нас еще там какие-то несколько обзоров я не смонтажировал у нас телефоны high screen которые вам нахрен не нужны ну сейчас с сапфиром contouch и пытаюсь у него все выбить новые модификации старого и которые ну не так интересно и 295 x2 про которые они даже не заикаются они даже вообще не 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 получали еще ни одной карточки сапфир пока почему-то в стороне стоит не все так плохо ждите в следующих выпусках всем пока